доброго времени суток дорогие друзья с вами таль шахар и добро пожаловать на мой персональный видеоблог в youtube особо благодарность тем кто является моими давними подписчиками или постоянными зрителями канала и если вы дорогой друг еще не подписались ничего страшного ведь это можно сделать прямо сейчас тем более прямо сейчас спустя три года я записываю вновь видеоролик как выбрать сетевую компанию за три года очень сильно изменилось мировоззрение и я уверен что именно 7 причин 7 критериев о которых я расскажу далее являются основополагающими при выборе сетевой компании под первым номером идет продукт ну или услуга этот продукт или услуга должны быть востребованы этот продукт или услуга должны быть жизненно необходимы если мы будем заниматься предметами роскоши если мы будем заниматься дорогими украшениями это интересно но человеку это каждый день не нужно и при том не все могут позволить что значит востребованный продукт это такой как хлеб минеральная вода которую мы пьем каждый день это зубная паста ведь мы все чистим зубы каждый день правда простите туалетная бумага это бензин или солярка ведь без них мы никуда не сможем поехать и вообще без горюче смазочных материалов сегодня жизнь не будет существовать вы обратили внимание что я назвал хлеб зубную пасту туалетную бумагу тот же самый бензин минеральную воду ведь это восполняемые продукты хлеб мы съедаем он черствеет его приходится есть очень быстро воду мы пьем и вода выходит из нашего организма туалетная бумага тоже очень быстро заканчивается если у вас есть большая семья к тому же бензин минерана находит очень быстро если машина кушает много то соответственно и в бензине есть постоянная потребность продукт будет тогда нужным тогда востребованным и компания будет процветающе если этот продукт будет иметь потребность в исполнении вчера буквально мне рассказали смешную историю как одна компания разработала супер стиральную машину с гарантией качества на 25 лет и причем в течение 25 лет эти машины не ломались а компания разорилась знаете почему потому что придя однажды в эту компанию и однажды приобретя товар клиент не возвращался в течение 25 лет и стиральная машина при громаднейшем абсолютно при грандиозном выборе при грандиозной конкуренции не являлся чем-то в чем остро нуждается человек каждую секунду и так если у нас есть продукт он востребован и самое главное он восполняем и восполняем с высокой оперативностью необходим компенсационный план это второе условие вторая причина и самое главное система выплат компенсационный план обязан учитывать интересы не только первой линии вас как дистрибьютора но и глубины потому что вы не только будете заточены на рекрут партнеров на работу с партнерами ваших партнеров так вот если глубина здесь учтена в этом маркетинг плане значит это хороший или компенсационный план другими словами система выплат это мега важное условие если у вас есть и продукты он востребован и восполняемый компенсационный план шикарен но выплаты задерживаются есть какие-то проблемы с выплатами то тогда надо бежать из этой компании выбирать подобную компанию вообще нет резона офис телефон факс корпоративная почта идут у меня на третьем месте если компания висит как говорила моя бабушка воздух тресте если офис виртуальный если постоянно мы говорим о чем-то амфорном то такая ведь компания она может исчезнуть если у компании нет офиса на земле если нет телефона по которому можно обратиться в компанию нет факса который можно в компанию отправить а вместо корпоративной почты имеются всякие яндекс.ру mail.ru yahoo.com или gmail.com то это все сомнительно когда у компании есть офис когда у компании телефон когда в компании можно отправить факс связаться по корпоративной почте это привлекает у компании должен быть президент команда не должна быть спрятана от людей у компании должен быть топ менеджмент но если не президент то генеральный директор это должны быть те люди которые обслуживают продукт или обслуживают услугу это те люди которые решают всю логистику это те люди которые работают над бесперебойной поставкой продукции в регионы над бесперебойной системой выплат и над обслуживанием интересов как лидеров компании так и и обыкновенных дистрибьюторов ну и соответственно чем больше компании чем она грандиознее чем больше количество дистрибьюторов то соответственно компании должен существовать колл-центр куда может обратиться каждый дистрибьютор ведь не будет на все вопросы отвечать президент или генеральный директор или вице-президентом или главный бухгалтер должен существовать соответствующий деск так называемый колл-центр в который могут обратиться дистрибьюторы должна существовать служба поддержки это может быть связано с продукцией продукция не пришла продукция задержалась пришла продукция но побилась дороги или не того качества или не комплект не прошла проплата как зарегистрировать в системе новую карту виза в связи с утерей предыдущей но и вообще будет замечательно если у компании которая есть продукт востребованный и восполняемый в вашем регионе будет склад это существенно упростить всевозможные таможенные расходы на таможенную очистку на таможенные сборы это существенно сэкономит расходы конечного потребителя либо покупателя либо дистрибьютора компании и на шестом месте корпоративный информативный сайт обратите внимание если это обыкновенная воронка убегаете если это сайт который смонтирован на каком-то дешевом ресурсе на бесплатном роботе на бесплатном конструкторе построения сайтов убегаете если это серьезный сайт если он наполнен информацией если все документы присутствуют если там есть возможность регистрации если вашей компании предусмотрена реферальная ссылка система регистрации по именно подобным реферальным ссылкам то такой сайт он будет полезен и для уже существующих дистрибьюторов и для тех кто только собирается присоединиться к данной компании это очень важно корпоративные информативные сайт он должен содержать очень много полезной информации которая пригодится в работе с новичками которая пригодится в работе с потребителями которая пригодится в рекруте в построении команд это важно но если все эти шесть позиций существуют но в компании не имеется система обучения по работе с продуктом по работе с этой услугой по всем остальным вопросам логистики если не будет системы обучения по личностному росту по мастерству то очень трудно будет преуспеть в данной компании ведь это не секрет что сетевой маркетинг в интернет бизнес приходят люди которые ничего не знаю люди которые не являются экономистами люди которые не являются профессиональными бизнесменами не приходят сюда само собой что миллионеры или олигархи почему только потому что люди приходят сюда от безысходности люди которые хотят изменить свой образ жизни свой достаток повысить на более высокий уровень решить свои проблемы с долгами банком или частным лицам и имея прекрасный продукт замечательную систему выплат компанию которая есть офис президент топ-менеджмент колл-центр и службу поддержки компанию которая есть свой информативный сайт но ничего не зная как продвигать продукт как его правильно продавать как им пользоваться правильно рекрутировать и что есть главное в рекруте эти люди не имея системы обучения они сожгут рынок они угробят весь свой список контактов они спугнут всех тех людей которые быть может данная компания ее продукт или ее услуга действительно необходимы и эта компания рано или поздно умрет но есть еще одно очень и очень важно вашей компании нет должно быть никаких клонированных псевдоисторий успеха обогащение спасение жизни исцеление омоложение обретение машины недвижимости вообще по всем законам за исключением законодательства постсоветских республик привлечение людей в компанию рекрут компанию или продажа продукта на фоне кровавых историй успеха на фоне каких-то гарантий обогащения на фоне каких-то условий приобретения машин или недвижимости в течение определенного периода времени законодательно запрещены это извините меня прокатывает там где говорят на русском языке на территории бывшего советского союза это очень печально потому что кровавые истории как правило как как правило они смодулированы не сконструированы специально под наивного потребителя и когда вся система обучения она строится исключительно на продаже истории с этой компанией нужно расставаться когда в компании нет тренингов по продукту нет тренингов по услуге нет тренингов по ее продаже по продвижению когда в этой компании вам говорят мы пришли сюда не для того чтобы продавать продукт продукт для нас это инструмент привлечения людей инструмент построения команды это скрытая пирамида и продукт в данной компании может существовать исключительно только для прикрытия такая вот дымовая завеса с такой компанией нужно также расставаться я думаю что этот видеоролик был вам полезен если у вас есть вопросы если вы с чем-то не согласны пожалуйста я открыт дискуссия вы можете писать свои вопросы свою критику в комментариях если вам понравился ролик поставьте класс не забудьте подписаться на канал с вами был таль шахар выбирайте правильную сетевую компанию и преуспеваете всем пока